В Сургуте на площадке педагогического университета тренинговый центр «Практикум» при участии телерадиокомпании «Сургут Интерновости» провел масштабный бизнес-форум «Сиберия-2018». Уже третий по счету. Окружное мероприятие высокого уровня собрало пятерых именитых бизнес-тренеров страны и зарубежья. Специалист по продуктивности, мотивационный спикер с ограниченными физическими возможностями, эксперт по технологическим трендам, гуру продаж и эксперт сложных переговоров. Каждый поделился секретами своего профессионального направления. Идея две. Первая – это что от того, насколько человек умеет вести переговоры, зависит качество его жизни, от того, что, собственно, переговорам надо учиться. Это не просто так, это надо обучаться и надо совершенствоваться. Это первая идея, но я ее доношу всегда. А вторая – это идея мотивации, потому что мы очень часто разговариваем с человеком и используем свои мотивы или не учитываем его истинные мотивы, не видим, не хотим видеть, не замечаем. И нет мотивации, нет переговоров. Возможностью развить себя, свой бизнес воспользовались более 400 человек. Гости из Ханты-Мансийска, Лангипаса, Губкинского, Муравленка, Пытьяха, Нижневартовска приехали, чтобы узнать секреты успеха. Организаторы – тренинговый центр «Практикум» уже третий год проводят форум, и с каждым разом события привлекают все больше слушателей и, главное, федеральных специалистов. Генеральный информационный партнер форума телерадиокомпания «Сургут Интерновости» специалисты нашего холдинга также не упустили возможность саморазвития. В любой сфере жизненной мне это обязательно пригодится. От общения с семьей до друзей, коллег, партнеров. В любой сфере пригодится абсолютно умение вести переговоры. Бизнес-форум открывает для людей новые границы в совершенно разных направлениях. Начинающие стартаперы и опытные бизнес-акулы – каждый на форуме узнал что-то новое. Наверное, в жизни каждого человека, который занимает руководящую должность, который занимается продажами, который занимается бизнесом, неважно, с какой стороны бизнеса он находится, а если это еще его и собственный, в любом случае неизбежно приходит осознание, мнимое осознание того, что «Ну вот теперь-то я все знаю, больше мне никуда ходить не надо, учиться мне не нужно, книги, в общем-то, тоже мне теперь не нужны, я могу уделить внимание своей жизни и прочтению художественной литературы». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok